Всем привет! Сегодня у нас обзор, без преувеличения, легендарного пистолета ТТ. ТТ – это первый армейский самозарядный пистолет СССР, созданный советским конструктором Токаревым. В создании пистолета принимало участие проектно-конструкторское бюро Тульского оружейного завода. Всего за непродолжительный период производства с 1930 по 1952 года было выпущено почти 2 миллиона экземпляров пистолета ТТ. Теперь небольшой ракурс в историю. Пистолет ТТ был разработан для конкурса 1929 года на новый армейский пистолет, объявленного с целью замены револьверов на ГАН и нескольких моделей револьверов и пистолетов иностранного производства, находившийся на вооружении Красной Армии к середине 1920-х годов. В качестве штатного патрона был принят немецкий патрон 7,63х25 Маузер, который в значительных количествах закупался для состоявших на вооружении пистолетов Маузер С-96. Кстати, в дальнейшем в ходе Второй мировой войны этим пользовались немцы, заряжая трофейное советское оружие немецкими патронами 7,63х25 мм. Изначально Токаревым на основе американского кольта 1911 был создан тяжелый пистолет под вышеуказанный патрон 30 Маузер калибра 7,62х25 мм. Решение скрестить американский кольт с немецким патроном Маузер было принято Токаревым по двум причинам. Во-первых, патроны калибра 45 ACP, применяющиеся кольте, в СССР не производились. Во-вторых, стволы для пистолета под калибр 7,62 мм можно было делать из бракованных стволов трехлинейных винтовок, а также производить отдельно. На нескольких оружейных заводах имелось подходящее для этих целей оборудование. Да и технология была довольно хорошо отработана. Получившийся пистолет был тяжел, громоздок и дорог в производстве, хотя мог стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями на расстоянии до 700 метров. Испытание он не прошел. Строгая военная комиссия отклонила образец, но при этом дала ценные рекомендации по усовершенствованию опытного образца. Поэтому для дальнейшей работы за образец был принят модернизированный кольт 1911, образца 1921 года. Второй модернизированный вариант пистолета Токарева получил от своего предшественника удачную компоновку, принцип действия автоматики и колоритную внешность, став при этом существенно легче, проще и технологичнее. В отличие от кольта, имевшего два механических предохранителя, пистолет Токарева не имел ни одного, что существенно упростило конструкцию механизма. Боевая пружина была размещена в самом курке. Когда курок взводили на четверть, он запирал кожух затвора, не давая произвести выстрел. Да и сам курок был сконструирован совсем по-другому. Полузакрытого типа с торчащим колесиком для взвода. Были у пистолета и конструктивные недостатки. Так предохранительный взвод курка допускал непроизвольные выстрелы. Магазин иногда вываливался в самый неподходящий момент. Патроны перекашивало и заклинивало. Вызывали справедливые нарекания, невысокий ресурс, 200-300 выстрелов и малая надежность. Мощный патрон, предназначенный больше для пистолетов-пулеметов, в ТТ быстро разбивал затвор. Особые ярые критики нового пистолета называли одним из его недостатков невозможность стрелять из него из танка. Из-за особенности конструкции дула пистолета не пролазило в стрелковую амбразуру. В 1930 году пистолет был принят на вооружение с официальным обозначением 7,62-мм самосорядный пистолет образца 1930 года вместе с патроном 7,62х25. В целом, пистолет, получивший название ТТ Тульский Токарева, был простым и технологичным в производстве и эксплуатации. С 1930 по 1947 год пистолет подвергался частой модернизации. Носились изменения в конструкцию УСМ, упрощалась форма ствола и конструкция пистолета. На некоторые пистолеты устанавливались деревянные щечки. К 22 июня 1941 года на вооружении Красной Армии было около 600 тысяч пистолетов ТТ. Ребята, этот пистолет – легенда. Когда держишь в руках такой пистолет, чувствуешь, как соприкасаешься с историей. Во время Великой Отечественной войны командиры, призывая идти в бой за Родину, первыми выбегали с окопа, держа в руке именно этот пистолет. Самое известное фото – это, конечно же, комбат. Командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке за несколько секунд до своей гибели. Однако в ходе войны выявился самый главный недостаток ТТ – малый калибр. Пуля калибра 7,62 мм, несмотря на высокую скорость, не имела того останавливающего действия, которое было присуще 9-мм немецким пистолетам. Также оказалось, что он очень чувствителен к низким температурам, механическим повреждениям и к загрязнению. У немцев ТТ имел обозначение 615П, и они довольно часто пользовались трофейными ТТ, несмотря на его недостатки. После войны пистолет Токарева пользовался популярностью в криминальных кругах, в первую очередь из-за того, что множество единиц данного оружия не было внесено в пулегильзотеку. В 1951 году на вооружение был принят пистолет Макарова, в связи с чем производство ТТ прекратилось, и его время прошло. Технические характеристики ТТ. Магазин на 8 патронов. Извлекается магазин путем нажатия на кнопку на рукоятке. Кстати, предохранитель в пистолете отсутствует, в отличие от того же Кольта, в котором и двухлажковый автоматический. Говорят, что советские военачальники, а именно маршал Будённый, настоял, чтобы в ТТ убрали предохранитель. Масса без патрона 850 грамм. Прицельная дальность 50 метров. Максимальная дальность пули около километра. Кстати, насчёт патрона. Данный патрон также использовался и используется в пистолете-пулемёте Шпагина ППШ. Конкретно этот экземпляр выпущен в 1941 году и до сих пор работает безотказно. Кстати, в Китайской Народной Республике копия ТТ под названием ТИП-54 находился на вооружении до 1971 года. На сегодняшний день китайская компания Наринка выпускает коммерческие варианты ТТ под патрон 9х19 мм. Также копии ТТ выпускались и стояли на вооружении в Польше, Ираке, Румынии, Югославии и других странах. На базе боевых пистолетов сегодня выпускаются травматические версии. Если понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. Будет ещё много интересных видео на оружейную тематику. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok